Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель и основатель эзотерической школы Кайлас, и сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете как онлайн, так и задавали сегодня на моей странице в Facebook, которая называется Андрей Дуйко. Итак, сейчас я посмотрю, есть ли звук у нас. Вроде звук есть. Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель. Так, я чуть-чуть подвинусь. И начнем. Сразу же хочу сказать, что прямо сегодня, в честь пятницы черной, мы проводим акцию на всех наших или моих сайтах. Это сайт Тибетская Формула, tibetan-formula.com, а также сайте duiko.guru и сайте duiko.market. Мы проводим акцию скидки на всю продукцию компании Тибетская Формула. Вот там бумажка лежит, дай мне эту бумажку, прямо сверху. Сейчас вот там бумажка, вот в стопке первая. Давай. Также я хочу сказать о том, что в нашей компании Тибетан Формула проводилась акция. Это акция, где можно было ставить комментарии, и такие комментарии были оставлены. Спасибо вам огромное за то, что вы оказались небезучастными и поучаствовали в комментарии. Подарком от меня является бонус в виде 200 долларов, которые может победитель потратить на препараты моей компании, либо на атрибутику, либо на инфопродукты. Итак, нашими победителями стали Оксана Тимошенко, Марина Крылова и Антонина Даниленко. Я вас поздравляю. Мне понравились ваши комментарии, вы их оставили много. Ну что ж, поздравляю победителей. Оксана Тимошенко, Марина Крылова и Антонина Даниленко получают от меня по 200 долларов в виде сертификата на приобретение моих препаратов. Итак, давайте отвечать на вопросы. Сегодня я написал пост. По данным постам задайте мне свой вопрос, я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике 18.00 в YouTube. И сейчас я открою все комментарии. Я не готовился к тому, чтобы отвечать на эти комментарии, поэтому извините, если я буду запинаться и думать. Мне тоже иногда нужно подумать. Итак, Светлана Стрюкова. Спасибо большое за вашу школу и учение. Пройдя пятую обновленную ступень, увлеклась массажем. Может ли это увлечение перерасти в финансовый доход? Пока практикую на себе, очень хочется помогать людям. У вас получится это превратить в финансовый доход. Смело можете этим заниматься, будет получаться. Я, Джаклина Юнаева, спасибо вам за все. Сыну 23 года в другую страну, родился и живет в Израиле. Советуется всегда со мной, но не знаю, что сказать. На протяжении пяти дней, пяти лет пусть никуда не уезжает, пусть находится рядом с вами. Любые переезды только разочаруют его, поэтому не торопитесь, пусть он никуда не уезжает. Ирина Сидоренко. У мамы случились приступы аритмии, раньше были по три дня, а вот последние девять дней. В чем же причина, почему они появляются в роду, ни у кого не было? Скорее всего, это связано с ущемлением грудного отдела. Пусть ей сделают массаж, наймите массажиста, и пусть этот массажист на протяжении 10-15 дней делает ей массаж. Как раз грудного отдела, шейного отдела, и это уберет у нее в дальнейшем вот такие проблемы. Даурина Сабалиускина. Здравствуйте, Андрей Ильич. Постсадханы открыла свой бизнес. Хочу продавать цифровые визитки, еще одно направление представлять компании на выставках. Это мое направление, это будет работать заранее. Спасибо за ваш комментарий, преподношение сделано. К сожалению, Даурина, ни первый, ни второй бизнес у вас не будет процветать, не получится. С цифровыми визитками еще как-то там представлять компании на выставке, скорее всего, не получится. Sorry, что мне пришлось это сказать, но вам правду или... Отцепись. Эрна Гармаш. Будет ли у меня покупка собственного жилья? В этом году нет. Татьяна Бондаренко. Пупсуй. Вот как разошлись с мужем, он до сих пор в мое отсутствие приходит и забирает вещи, которые ему нравятся. Приходит типа к детям, разговоры и просьбы не помогают. Ругаться не хочется, если какой-то эзотерический метод его отвадить. Ставите свечу перед собой восковую и представляете, как он приходит к вам домой и ходит по квартире. И сжигаете это. Вот сожгите, когда будет уходить, отправьте его в дождь. Помните, я говорил, уходи в дождь навсегда. Используйте эзотерические практики, они очень вам помогут. Какие существуют эзотерические практики, сегодня об этом тоже, я думаю, поговорим. Если успею, ответить на вопросы. Вероника Гайчун. Мне сказали, что моя карма это мой отец. Он развелся с мамой, когда я была маленькой. Я ненавидела его за то, что он нас бросил. Сейчас его уже нет в живых. Как отработать мне свою карму? Интересно узнать. Смотрите, то, что вы обижались на отца, скорее всего, сделало вас не очень богатым человеком. Считается, что если женщина обижается на отца своего, то она будет бедной. В случае, если мужчина обижается на отца своего, то у него будут проблемы с отношениями. Это такая особенность. Нужно для себя как бы отработать карму. А как она отработается? Тире нужно поставить и сказать, я прощаю. И внутренне сказать себе, я люблю его, несмотря ни на что. Неважно, какие были отношения, кто виноват. Я своего отца почитаю, свято верю в то, что он был хорошим и добрым человеком. Ну и для себя придумайте такую историю. Перестаньте его винить в чем-либо за то, что бросил или за то, что там что-то не дал. Просто живите своей жизнью, не повторяйте. Повторение кармы – это всю жизнь терпеть обиду. А я так смотрю, вам уже под 50 лет, скорее всего. И вы 50 лет думаете об этом. Он бросил вас лишь один раз, а вы 50 лет ему не можете простить. Завязывайте себе. Топовый поклонник. Людмила Цельник, спасибо огромное. Смотрю, делается, что вы говорите. Супер. Я сейчас в Польше, вы иду ли я в Украину до конца года. Не торопитесь. Андрей, что вы думаете о рудах и картах Таро? Мне нравятся гадания. Я выпустил даже свои руны. Вы можете прямо сегодня перейти и купить мой семинар, который называется «Гадания на рунах». Там я дал немножечко другого вида руны. Более магические или более технические. На них действительно очень легко гадать. Они очень хорошо работают. Я рекомендую использовать руны, маятник и кубики. У меня есть семинар, он называется «Кубики». Есть семинар, который называется «Гадания на рунах». Используйте и первое, и второе. Это очень затягивает, очень интересно и очень быстро получается снимать информацию. Кстати, очень хорошо показывает все. Лариса Иванова, подскажите, будь ласка, який треба мати завжди при собе оберег, чтобы не выдавать свою энергию, не брать негатив на себе від інших людей. Наперед вам вдячен. Дело в том, что когда человек очень сильно боится чего-либо, вообще люди обычно думают так, они хотят оберегаться, а на самом деле нужно бояться испытывать страх. Люди думают, что им нужна защита, а на самом деле им нужно перестать испытывать страх. Каким образом это сделать? Первое, вера в Бога поможет. Бог вас создал, Он вас защищает. Второе, живите ради кого-то, живите ради детей, ради родственников. И третье, старайтесь, чтобы у вас было меньше адреналина. А адреналин где берется? Адреналин берется, если у человека недостаточность магний, кальция, йода или там сахарный диабет развивается и так далее. Обратитесь к эндокринологу, если этих заболеваний нет, может попринимайте что-нибудь от тревожности. А по поводу влияния, оберегов и всего остального, получите у меня после прохождения первой ступени духовное имя. Напишите его на шарфике, никому не показывайте. Утром просыпайтесь и говорите, сегодняшний день я проживу и дальше свое духовное имя. Так любой человек, который будет на вас влиять на расстояние, никогда не сможет повлиять, если он не знает вашего духовного имени. Таким образом, любое влияние на вас будет безуспешным и на вас никогда не подействует. По поводу влияния на вашу семью, меньше об этом думайте. Дело в том, что влиять на человека не так легко, как кажется. И влияние на человека обычно зачем-то делается. То есть это либо мужа отвадить, либо там деньги позабирать, либо здоровье и так далее. И это очень сложный процесс, очень долгий и не так легко делается. Поэтому чем больше вы будете бояться этого, тем сильнее на вас будут влиять. Оберех. Оберех. Перейдите на мой сайт duiko.guru. Выберите оберех, который вам поможет. Там их сотня, наверное, носите и вам поможет. Джитана Воште Рите. Ученица первой ступени много людей называет меня директором, так как на этом моменте им не являюсь. Может, что они называют. Займулия 24 числа. Должность директора Центра молодежи. Да. Над чем работать? Ничего не нужно делать. Вот все будет хорошо получаться. Будьте просто собой, каким вы вот сейчас являетесь. Лена Чера. С наступившим днем рождения. Спасибо. Спасибо за ваш труд. Подскажите, получится ли у меня развить бизнес? Хочу стабильного дохода. Получится. Ева Бонт Лаб. Можно ли практиковать 2 СНГ в день? Да. Ксения Гамолей. Спасибо, что вы есть. Просить сегодня. Происшел неприятный разговор с директором. Грозил уволить. Хотел узнать, уволят ли я буду дальше работать. Вас уволят. Скорее всего. А не надо бояться у вас после этого. Только улучшится и отношения, и возможности. Не бойтесь этого. У вас только в лучшую сторону. Людмила Людмила. Приобрела швейную машину. Хотела. Вдруг получится у меня в этом направлении. Получится. Как вы относитесь к гаданию на кофейной гуще? Позитивно. Мне нравится. Я люблю любые гадания. Я наслаждаюсь от этого. Вижу в этом смысл. Юлия Парнюк. Подскажите, дочь с внучкой в Германии. Найдет она работу и останется или вернется в Украину? Найдет работу? Скорее всего останется. Продам я в этом году родительский дом? Нет. Маленькая часть в этом доме принадлежит невестке. Она отказывается давать согласие. Видно и в этом проблема будет. Надежда Голубева. Начал чувствовать движение энергии внутри тела. Значит ли это, что его здоровье может восстановиться? Можно ли вылечить обструктивный бронхит или убрать рубцы после воспаления легких? Если да, то как и чем? Ну, есть препараты в нашей компании. Это препарат Туберсол, Демилон. Это препарат Канцеромидин. По поводу чувствовать движение энергии внутри тела ничего это не значит. То есть чувствует человек или не чувствует. Значит, чтобы лечить себя, необходимы вот очень четкие знания. И это не гоп-стоп. Так не бывает, что там чувствую тепло, чувствую холод или еще что-то. Этим не убирается. Убирается путем обучения человека тому, как необходимо работать целителем. Я такой семинар записал. Это, насколько я помню, 246810-12 часов информации. Проходите данный семинар. И вот это, о чем вы говорите, вылечить можно будет. Вы увидите, что такое быть целителем. На самом деле это очень глубоко и очень такой объемный поток информации. Наверное, объем такой огромный. Человек должен обучаться этому постепенно, потому что все сразу это охватить невозможно. Это как медицина, только она чуть-чуть по-другому. Че требования не залишат из Шотландии, че повернутость до Немечины. В Шотландии лучше будет Таня Илюша. Дорогой учитель нарышалась, не как спросить, но все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, как понять, правильно ли отработано ступень и можно переходить к четвертой? Вам можно, потому что не всегда получается делать практики. Ничего страшного. Мне 42. Смогу еще родить? Да. Не еще пока, а не смогу еще родить, а запросто сможете родить. Наконец-то я брела первую ступень. Раньше начала обучаться по бесплатно, сейчас увидела скидку. А перед этим тренажер выравнивания субы облила. Как выравнить судьбу моему 18-летнему сыну? Характер очень похож на моего отца. Упрямый такой, ничего страшного. Просматривая вашего сына, могу сказать, что он и определится, и все в жизни будет получаться. Ничего не будет, все нормально. Дело в том, что ваше состояние, вы хотите, чтобы получалось, вот вы вымаливание производите или там как-то влияет ли на вашего ребенка, и думаете, что это должно произойти мгновенно. Вы понимаете, перед Богом всегда стоит огромная очередь. В этой огромной очереди все должны стоять друг за другом. То есть сначала те, кто давно стоит, тот, кто давно просит, им дают, а потом те, кто не просит, им тоже дают. И вот кто-нибудь появляется, этот человек хочет, чтобы ему дали быстрее. А Бог – это справедливость. Поэтому если человек очень сильно хочет, его аж бесит, что так быстро не происходит, то его могут поставить в самый конец очереди. Именно поэтому нельзя сильно хотеть замуж завтра. Или не сильно хотеть вот только за Петю и все. Или сильно хотеть дом только в этом районе. Почему? Сильно хотеть – это стоять вне очереди. И, понимаете, не нужно этого. Нужно одно только желание должно быть у человека для того, чтобы он был счастливым. Это желание быть счастливым. То есть каким образом – неважно. Просто не имейте желания «хочу там миллионы» или «хочу еще там чего-то». Хотите счастья. Просто хотите его ощущать. Я хочу быть счастливой и ощущать состояние счастья. А сын, все будет хорошо у него. Не переживайте, упрямость для вас. А для него целеустремленность. А я знаю таких людей, которые неупрямы. А потом ничего не могут делать, ничего не достигают. А знаю, вот я сам человек упрямый. Знаете, моя мама в детстве говорила, что ты такой упрямый. А на самом деле это не упрямство, а целеустремленность. Просто если бы не было у меня упрямства, то я бы начинал что-то, бросал. А так из-за того, что я упрямый, начинал что-то, доводил до конца, переходил к чему-то новому и так далее. Так упрямство переросло в целеустремленность. Все в порядке, пусть это будет. Марина Брайт. Как понять, что человек достиг полной реализации в жизни? Возможно ли это вообще? Ведь есть всегда к чему стремиться и что улучшать. Дело в том, что это не является задачей реализации. Это выдуманная идея, которую пытаются культивировать люди, эксплуатировающие такие задачи или такие цели. То есть, знаете, и тогда ты поймешь, что ты реализованный человек. После этого нужно сказать, как же я пойму, если нет четкого описания того, что же чувствует реализованный человек в тот момент, когда он получает тотальную, стопроцентную реализацию. Или в этот момент ты станешь просветленным. Где описание просветления тех людей, которые достигли состояния просветления? То есть, это не переживание того человека, который достиг. А обычно нам говорят, когда это с тобой произойдет, ты поймешь. А как же я это пойму, если я это никогда не переживал, и мне никто не описывает? Но это будет особенно. Но у меня особенно может быть ежедневно. А значит ли это, что я каждый день испытываю состояние реализации или просветления? Много таких нюансов. Это пустые истины. По моему мнению, это стремление к пустым истинам, которые мы наверняка никогда к ним не прикоснемся. Это вечный такой труд или вечное желание достигнуть чего-то, что нами даже в случае, если это с нами произойдет, может быть не идентифицировано по незнанию того, что же мы можем в этот момент ощущать, или как же мы можем измениться. Поэтому воспринимайте жизнь как жизнь одного человека. Она становится реализованной в тот момент, когда этот человек умирает. Почему? Ну это как раз его реализация. Он родился для того, чтобы прожить свою жизнь от начала до конца. И реализовал себя как человек, существующий на планете Земля, благополучно закончив свою жизнь. И, наверное, тот человек, который согласно идеям, наверное, буддизма реализовался, он, умирая, не испытывает страха, потому что он удовлетворен своей жизнью, он удовлетворен тем, что у него дети, что у него хорошая судьба была, что он имеет за душой тех людей, о которых он любил, он чувствовал радость. Ну, прожил жизнь не зря, накопилась, удивилась, восхитилась и так далее. И такой человек перед смертью не будет никогда, наверное, бояться этой смерти. Почему? Жизнь дала удовлетворение. А если жизнь не дает удовлетворения, то тогда, наверное, это нереализованная жизнь. Именно поэтому я говорю, для себя как бы придумал концепцию, а если каждый день находить что-то, от чего ты можешь быть удовлетворен, находить радость в настоящем моменте или думать о том, что хоть что-то тебе нравится, тогда количество удовлетворения жизнью, оно может вырастать. Вот это, наверное, и есть основная задача человека, понять, что жизнь прекрасна, понять, что жизнь свою придется все равно прожить от начала до конца, понять, что не нужно зашориваться и выбирать что-то плохое, понять, что можно прожить как реализованный человек. Поэтому, скорее всего, Марина, у вас получится реализоваться в жизни. Тина Сербина. В Польше сведим приблизно кулы. Будет у меня. Дуже хочется брать свою дочь, маму, семью, Польшу. Дякую, шановный учитель. Не быстро произойдет. Не в следующем году даже. Милоцельный, что будет со мной. Сейчас я в Германии, в Украине. Квартира и старшая дочь. Болею. Все нормально. И в этом, и в следующем году вы будете жить. Все в порядке. В дальнейшем приедете в Украину. Не будете находиться в Германии. Анна Николаевичек. Я одолжила соль у соседки, но при этом дала ей такое же количество сахара. Чтоб был обмен. Не навредила ли я ей и себе таким обменом? Нет, не навредила. Если вы подоплеку никакую не имели, то есть не использовали это в виде ритуала, то ничего страшного. Ну а вообще соль не нужно отдавать. Наталья Хоменко. Подскажите, я буду поможеть, як можливо. Грыжа, хребтебиль в колинах, ногах. Лива нога, перуа, на вене, оправа почела краснити. У нас эзотерический семинар. Вот этот вопрос мне во вторник закажите. Вообще могу посоветовать эзотерический способ. Эзотерический способ это обвязать поясницу зеленой нитью. Завяжите его или два конца этой зеленой нити, обвяжите свою поясницу в несколько слоев. И два конца этой нити завяжите на 38 узлов. И носите на себя, пока не спадет. Вы этой нитке купаетесь, эту нитку не снимайте. Когда спадет, оденьте еще раз. Вот нужно носить до того момента, пока не перестанет болеть. Есть мантра такая. Намуратна траяя махидухи кисваха. Намуратна траяя махидухи кисваха. Это мантра лечения позвоночника. Вот ее можно начитать. Тибетская медицина говорит, что позвоночник это ментально имеет золотой цвет. Поэтому одна из эзотерических практик восстановления человека своего позвоночника, это представление того, что он вливает себе в позвоночник, подобно тому, как нагревается золото в тигле и выливается в какую-нибудь опоку или формочку, и это золото застывает в такую палочку. Вот так и нужно представлять, что где-то есть вот такой тигель, в котором расплавлено золото, после чего приставлять позвоночник свой трубочкой и вливать туда золото. Выполнять это необходимо один раз в день. Сто процентов помогает. Если выполнять через день или даже один раз в неделю, то за четыре недели, то есть четыре раза это сделаете, если очень хорошее сознание, хорошо представляете, то за четыре недели можно вылечить самые тяжелые проблемы позвоночника. Действительно перестает болеть, действительно начинает все лучше работать. Да, Мадави, самое лучшее, спасибо. Поздравляю с вашим днем рождения, спасибо. Пусть у вас будет еще лучше и больше. Помогите, с мужем развелись, его сестра застревает между нами, колдует на него, знакомит, хочет женить на другой. Будем ли мы вместе и что можно сделать, чтобы мы воссоединились и его сестра нас оставила в покое, и он все-таки женится на другой. Смотрите, самый простой метод. Вообще, то, что ваша сестра вмешивается, не думайте, что это так на него сильно влияет. Мужчина обычно уходит от женщины, если она не восхищается этим мужчиной, все время имеет претензию. Если от женщины плохо пахнет, если она не хочет секса в постели, если она в постели не испытывает состояние удовольствия, а в случае, если испытывает, не показывает. То есть, ну вот как-то, знаете, мужчина с женщиной могут жить, там женщина не показывает чего-то, а мужчина стесняется, но мужчине хочется, чтобы женщина была жаркая, женщине хочется, чтобы мужчина был более теплый или более там за ней ухаживал. Это создает проблему. А женщина иногда просто воспринимает мужчину, как вот он мой муж, это просто вот правильно, чтобы он был рядом. Но это не так. Дело в том, что мужчина ищет отдушину, ищет чувства в этой женщине, ищет что-то, что может его возбуждать, восхищать, вдохновлять и так далее. Мужчины обычно именно этого и ищут на стороне. Они ищут женщину, которая бы ими восхищалась. Как вернуть мужчину, если ушел? Мужчина обычно уходит от женщины. Он не уходит к кому-то. Он сначала должен найти себе причину для того, чтобы покинуть свою женщину. То есть, он ее находит, обычно это быстрый, небыстрый такой процесс. То есть, он находит в том, что она там и это не так делает, и там не так дышит, и от нее там пахнет, и она там не такая, и она еще какая-то. А потом уже там находит. Что нужно сделать? Ну, есть эзотерические такие практики воссоединения. Их даю на второй ступени. Из таких главных можно перечислить. Необходимо делать дыхание в живот. Вот садитесь, делайте много раз дыхание в живот, при этом ощущаете тепло в животе. Запоминайте это тепло и расширяйте его за территорию своего тела. После чего представляете этого мужчину и представляете, будто он находится в таком тепле. При этом смотрите на него и говорите в левый глаз, представляете и говорите, куда не посмотришь, всюду меня увидишь. Кого не услышишь, всюду меня увидишь. Что не будешь есть, всюду меня увидишь. И таким образом возвращаете его к себе. А там по поводу того, что там сестра делает и так далее. Кто вам это сказал? Вот тот, кто сказал, зачем это сказал. Марина Абрайт, у меня на работе неприятности. Я поставила за себя и теперь меня обвиняют и унижают. Это все дело в коллеге, который, скорее всего, имеет отношение с нашим начальником. Подскажите, как это все на меня повлияет? Энергетически никак. Очень переживаю. Напрасно. Если вы уйдете с этой работы, то у вас дальше будет лучше. Хочу практиковать сжигание на свече. Какие практики, чтобы он ее уволил? Нет, нет, нет. Зачем вам это? Слушайте, пусть она работает. Или работайте, пока вы на этом месте. Не ищите возможность работать, как рабы на кого-то. Ищите всегда возможность работать на себя. В наше время это несложно делать. Обучайтесь, развивайтесь, производите, создавайте, продавайте. Сейчас это очень несложно делать. Сейчас люди, которые работают на других людей, совершают очень большие ошибки. Даже болеть ноги, спасу нема. Коксартроз, навжеменно, чекая поганучись. Почему? Коксартроз лечится. В любой стадии коксартроз лечится. Это заболевание излечимо. Поэтому, вот у вас болят ноги, спасу немае. Как вы лечитесь? Ответ, никак. Ну, а что же вы хотите от меня? То есть, у вас есть коксартроз. Вам врач поставил этот диагноз. Вам врач назначил препараты, назначил мази. Вы их должны принимать на протяжении трех-четырех месяцев. Вы это делаете? А я уверен, что нет. Тогда вот, а мне плохо, а ты что-то делаешь? Нет, ничего не делаю. Для того, чтобы лечиться, нужно лечиться. Для того, чтобы что-то делать, надо что-то делать. А там просто стонать и говорить, вот у меня это болит. что ж. Коксартроз заболевание. Его можно механически лечить. Натирать, допустим, я там где-то давал от коксартроза болтушку. Это яйцо растворяется в уксусе, там натирается. Диета. Вот я знаю, коксартроз при коксартрозе очень хорошо принимать лимонный сок с солью. То есть, берется лимонный сок, сок, полполовины лимона выдавливается и щепотка соли добавляется вода и вот такая подсоленная вода пьется один-два раза в день. Как ни странно, это помогает убрать боли при коксартрозе. Как это работает, понятно, но умничать не буду. Ну и вот это видео, скорее всего, вызовет огромное количество негодований у тех людей, которые будут говорить, что с ума сошел, как это соль, да еще и лимонный сок, и это все, как это вообще все работает. А я вот хочу вам сказать, что да, это имеет объяснение и оно имеет традиционное медицинское объяснение. То есть, если рассматривать человека, у которого коксартроз, то всегда сопутствующим заболеванием идет недостаточность желудочная с пониженной секреторной деятельностью. И именно поэтому в случае, если низкие секреции, то ее необходимо увеличивать. Чем увеличивать? Необходимо увеличивать лимонным соком с добавлением соли. А соль для чего? Представляете, когда человек пьет соду, то он думает, что он ощелачивает. Об этом когда-то сказал Неумывакин, что пейте соду, это щелочь и так далее. Хочу вам открыть, наверное, не секрет. Дело в том, что сода является солью в углекислого натрия и имеет формулу натрий-2-H-N натрий-2-H-C-O-3. И, допустим, когда вы пьете соду в любом виде, как бы вы ее не растворяли в воде горячей, холодной, попадая в ваш желудок, она вступает в реакцию с соляной кислотой. И вот, что происходит. H-хлор становится натрий-хлором, появляется H-2O и появляется H. И получается, соль распадается на обычную поваренную соль и на обычную дополнительную воду и небольшое количество водорода. И тут такой вопрос. тогда что же происходит? Соляная кислота не нейтрализуется. Наоборот, появляется соль. А я хочу вам сказать, что когда человек принимает соль, то соль воздействует ферментативно на желудок и на поджелудочную железу, раздражая и, грубо я скажу, заставляя ее дополнительно выделять соляную кислоту. Поэтому, когда вы принимаете соду, то вы думаете, что вы снижаете кислотность, а на самом деле это не так. У вас будет обязательно повышаться кислотность в этот момент. Она будет у вас повышаться до естественных размеров за счет активации выделения дополнительной соляной кислоты, которая будет в вашем желудке стимулировать выделение этой самой соляной кислоты за счет того, что вы выпьете щепотку соли, что одну чайную ложку столовой соды. Эффект один и тот же. По поводу уксуса или по поводу лимонного сока аналогично. Высокая кислотность, низкая кислотность, попадая, любая кислота, попадая в наш желудок, приводит к активации выделения соляной кислоты аналогично и соляная кислота начинает увеличиваться. Именно поэтому не торопитесь принимать противоантоцидные или антоцидные препараты. Попейте лимонный сок с солью, это великолепное средство, бетаин, это великолепное средство, которое как раз и помогут вам справиться в дальнейшем с гастритом и гербом и со всем остальным, а также коксоартрозом. И в свое время были исследования такие, и они вот прям где-то говорят о том, что есть зависимость, то есть если у человека есть гастрит с пониженной кислотностью, то это обычно у всех так. И это обычно в дальнейшем может провоцировать появление мочекаменного заболевания, желчекаменного заболевания, коксоартрозов и так далее. Именно поэтому если принимать дополнительно кислые продукты, кислую квашную капусту, лимонный сок, это может в лучшую сторону повлиять на коксоартроз. Также по поводу соды. Поэтому хоть соду вы пьете, хоть лимонный сок, эффект один. Людмила Дудник, дякую вам за вашу працю. Дети клачут по Польше, думают, их это чуни, так че будет там краще. Да, еть, я буду там краще. Неля Ширяева, не знаешь, со мной происходит одиночество, но мне хорошо. Не знаю, о чем говорить с людьми. Мне неинтересно, эта психика нарушена. Болезнь? Нет, дело в том, что очень часто человек приходит к тому, что он устает от людей и человеку хочется спокойствия. Такое спокойствие, оно может быть буквально следствием истощения психической деятельности, но может быть следствием духовного роста. Ведь известно, что духовный рост у многих духовных учителей появился в тот момент, когда они принимали обет одиночества, отшельничества. Так Иисус Христос в пустыне молился, и Моисей в пустыне и в горах молился, кто там еще был, Давид молился в пустыне и ходил в горы, кого там еще, Иисус Будда в горах тоже отшельничеством занимался и так далее. То есть можно сказать, что вот такие одинокие, наверное, их можно назвать ретриты или вот такие добровольные моменты отшельничества может быть в дальнейшем создают для человека возможности найти себя или найти свое спокойствие. Но есть разные типы людей. Для одних это может вызывать состояние комфорта, а другие наоборот без общения начинают страдать. Ну, такое дело. Я, допустим, будучи человеком скорпионом и будучи человеком коммуникабельным, мне постоянно необходима коммуникация и общение. Мне не подходит ни с кем не общаться, ни с кем не разговаривать, никого не видеть. Я страдаю. Если вам это приносит радость, то не стоит бояться испытывать такое наслаждение от одиночества. 16 ноября попала в жуткую аварию и спаслась. Не царапины. Момент столкновения я это как молитву читала. Так что теперь свое день рождения с вами буду праздновать. Я дала себе слово. Все ступени пройдут до конца. Дай бог мне возможности дуньте в мою сторону. Хоть пусть у меня дело хорошо пойдут, изделия мои продаются. Я обязательно начну свое. Пусть ваши изделия продаются. Пусть все у вас будет хорошо. Анастасия Рафаэль больше не попадайте никуда. Уважаемый Андрей Андреевич, как себя не гладить? Женщины гладят себя. Это нормальный процесс. Дело в том, что нам очень часто не хватает особенно женщинам тактильного контакта. И это естественно точно так же как и дышать, как думать. Поэтому если женщина гладит себя, в этом ничего страшного нет. Правда, это не патология, не психическое расстройство, все в порядке. Это отсутствие дополнительной коммуникации. Это один из инструментов самостоятельного успокоения. Возможно, вы так производите седативное влияние на себя. Людмила Кушпарь. Месяц назад сын заболел COVID-19 тип дельта. После ковидной проблемы сахар постоянно скачет до этого от 6 лет диабетик. Весной перестал колоть инсулин. Перевели на корсигу короткий. Показатели были нормальны. Теперь такой срыв медики ничего не могут сделать. на телес головой проблем. Пройдет ли это я осложнится. Читаю преподаваю. И читать нужно. Нужно давать препараты для увеличения иммунитета. Препараты для увеличения иммунитета это битулиновая кислота, битулин, демилон, инстамакс. Вот такие препараты моей компании. Их нужно попринимать. Тем более вы в Запорожье купите и помогите. Как бросить курить метод вашего отца не сто процентов Алена не подходит глядя на вас. Да и нет уже моего отца подзатыльник вам никто не даст. Есть хороший метод он опробован мне очень нравится. Методов на самом деле много но я скажу самый простой дилетантский необходимо выбрать время это четвертое число четверг так чтобы в четверг какого-то там месяца появился такой четверг чтобы было четвертое число четверг четвертого числа перед сном когда будете ложиться спать произнесите себе клянусь сегодняшнего дня больше не курить вот очень помогает просто большое спасибо за вашу работу а богу за то что послал я хочу только написать спасибо ну пожалуйста и вам тоже всего хорошего зачем быть первому если можно быть двенадцатью если можно объяснить андрей андреевич пожалуйста и как правильно проговаривать это а это такая загадка была я ее когда-то заказал загадал во время проведения вебинара зачем быть одному если можно быть двенадцатью здесь очень часто человек движется в сторону концентрации в середину себя то есть он начинает заниматься анализом он анализирует себя анализирует или отделяет и потом совершает еще ошибки и эти ошибки они связаны с тем что он пытается разделить и понять великую божественную силу деля ее на части это и было в том семинаре где я давал вот эти имена бога и там я загадал желатку зачем загадку зачем быть одному если можно быть двенадцатью и ответом является как бы ответ такой зачем быть двенадцатью если можно быть одним тогда если с одной стороны один к двенадцати а с другой двенадцати к одному то это все аннулирует тем самым как бы мудрой мудрым ответом на данную загадку заключается вот вот что не нужно поиска здесь самое важное находиться в адвайте Не искать ничего, а просто получать удовольствие и есть элемент абсолютной веры. Потому что когда человек развивается и говорит, я хочу 12 имен Бога, практиковать листу имен Бога и я вот все это осознаю, все это пойму и так далее. Ну и он приходит к тому, что появляются новые чувства, новая осознанность и так далее. Но может ли это сделать его ближе к Богу и так далее? И ответ такой нет. А когда он не делает и он там сосредотачивается, анализирует себя, старается найти в себе какие-то качества, которые мешают и ему и людям, вырабатывая в себе состояние правдивости, доброты, намаз совершает или молится, то в какой-то момент он думает, что он движется на пути к Богу и это тоже не так. Дело в том, что в этот момент он находится в дилемме, то есть ему все же продолжать сконцентрированно работать на собой, ковыряясь в себе или все же работать над тем, чтобы произносить много имен, открывать у себя паранормальные качества. И ответ звучит так. И первое и второе человека не приведет к тому, чтобы он был счастливым. Поэтому такой поиск для человека, он просто является одним из элементов внутреннего и внешнего духовного роста человека. Человек может прийти только через состояние безразличия, это внутреннее состояние адвайты. Когда человек говорит, что я хочу поиск, я хочу быть ближе, я хочу быть как, я хочу быть и думать как там Бог или я хочу прикоснуться к этому и так далее, то он должен знать, когда вы имеете руку, то она у вас есть и вы ее не чувствуете. А вот если забрать руку, начинаешь ее чувствовать. Именно поэтому и придуманы данные практики. Выполняете сначала техники, когда читаете эти имена Бога, а потом не читаете их. И в тот момент, когда это все исчезает, может появиться ощущение необычное, как будто у вас что-то отняли и это что-то объяснить словами невозможно. Это и будет вот этим состоянием понимания вашего наработанного качества быть одновременно и двенадцатью, быть одновременно одним и быть одновременно ни тем и ни тем. Как-то так. Здравствуйте, расскажите пожалуйста, как можно почистить печень и почки неочищенным овсом и не навредить себе? Берете овес, один стакан, варите в трехлитровой, трехлитровой, заливаете трехлитровой кастрюле, один стакан, заливаете тремя литрами воды. Варите не менее шести-десяти часов, сливаете, можно воду добавить, так чтобы воды было все равно не меньше двух с половиной литра. Вот тот овес, который у вас получится, вот эта жидкость, она обычно имеет такой вкус сладковатый и липкий немножко. Его нужно принимать, поскольку обычно одна чайная или одна столовая ложка можно размешивать с водой. Принимать можно один или два раза в день. Принимают обычно, но на протяжении месяца. Если у вас есть осложнения какие-либо, там кишечные или осложнения перистальтики или работы поджелудочной железы, то первые несколько дней может произойти ощущение усталости. То есть выпивая вот такой овес, будет усталость. Не стоит этого бояться, если пропить такой овес, в дальнейшем такая усталость исчезает, появляется настроение, улучшается общее самочувствие и так далее. Я такое пробовал, я не могу сказать, что я прямо в восторге хлопал в ладоши. Ну, что-то в этом есть. Я знаю людей, которые вот прям стабильно это делают. Правда, готовят они по-другому. Готовят они полстакана расплющенного вот этой овсы в виде овсяной каши. Они варят в трех литрах воды на протяжении одного, двух, трех часов, не могу точно сказать, пока этот весь овес не растворится в этой воде. И доливают так, чтобы там стабильно было три литра. И вот он должен как бы весь раствориться вот в этих трех литрах. Переливают в банку, потом трехлитровую, остывает оно в холодильнике. И выпивают перед каждым приемом пищи, выпивая одну столовую ложку. И вот считается, что использование такого вот метода очень помогает. Я знаю, что если овес пить вот по первому методу, как я давал, то у людей, которые страдают эпилепсией, у которых есть делирий, то есть это отходники после длительного употребления алкоголя, наркоманы, которые испытывают состояние ломки. И если им давать дополнительно вот такой вареный овес, как бы жидкость с него, то им становится немножко лучше. То есть их силы чуть-чуть увеличиваются и появляются силы и вытерпеть, и как-то им легче. Ну, опять-таки, это народный способ. Традиционная медицина в жизни никогда это не подтвердит. Людмила Бу, Майл Ру. Андрей Андрей, спасибо вам за ваш труд. Получу ли я большие деньги? Если вы в этом, в этом месяце нет, в следующем году нет, а вообще в жизни. А в жизни да. Ирина Александровна, подскажите в дальнейшем, в какой стране лучше жить? В любой стране может жить человек. Главное, чтобы в сердце радость была. Я полжизни езжу по всем странам и могу сказать, что нужно жить там, где сердце радость. И с теми, и с кем радостно на душе. Вот так. Скажите, есть ли эзотерийский способ от прилива в менопаузе? Берете гвоздь обычный металлический, нагреваете его на открытом пламени, не на свече, а желательно там на огне каком-то конфорке. После чего, когда он нагрелся, его кончик или окончание гвоздя нагрелось, опускаете в стакан холодной воды. Делаете так 10, 15, 30 раз. После чего эту воду выпиваете. Делаете это утром и вечером. Что же выделяется? Скорее всего, в тот момент, когда вы накаляете гвоздь, образуется оксид железа. И вот таким оксидом железа в свое время гомеопатические соли делал. И был такой человек, которого звали Шуслер. Он стал известным в гомеопатии тем, что он гипотетически придумал 12 солей. На самом деле их было 13. А если быть точным, то их было гораздо больше. Это соединение. А если быть более точным, это были оксиды и соли. Допустим, там магнезия, там сульфат железа и так далее. То есть, вот как он вообще пришел к этому? Дело в том, что у него умерла жена. Он взял небольшое количество ее тканей. Не знаю, с какого места он там брал ткани. И после чего начал исследовать ткани умершего человека, то есть своей жены. Обрабатывая их определенными веществами. Назвал он их солями. Я обратил внимание, что обработка определенными солями делала ткани более упругими. И они внешне казались как живые. То есть, по-другому он их, ну можно так сказать, ну по моему мнению мумифицировал. А в дальнейшем он выделил их 12 солей. И сказал, что это соли, которые необходимы клеткам организма. И изучая на протяжении жизни влияние таких солей, у него получилась идея такой вот гомеопатии, которую он назвал солями Шуслера. Или гомеопатическое направление лечения людей солями Шуслера. И вот он пробовал такими солями людям помогать. Ну, в свое время, когда он жил, был очень популярным. Я могу сказать, что на сегодняшний день в Германии широко используется гомеопатия. Хотя во всем мире она считается парфанацией и шарлатанством у нас. В наших странах это считается, ну чуть ли не преступлением перед медициной. Поэтому у нас вы, скорее всего, не найдете и не купите тех людей те препараты, которые бы назывались соля Шуслера и так далее. Так вот, в одной из книг он писал о том, что сульфат железа и оксид железа в гомеопатической дозировке может помочь при климаксе. Я когда-то это прочитал и вот придумал, что раскаленный гвоздь в воде в небольшом таком гомеопатическом состоянии может помочь при климаксе. И посоветовал это сделать там со своими знакомыми. И они начали принимать и в дальнейшем, если так принимать оксид железа, то, скорее всего, будет отравление, потому что это токсическое вещество. Но дело в том, что если изучать гомеопатию, сейчас, если есть здесь где-то книжка по гомеопатии, то можно было бы сразу показать. А это на другой полочке, вот там здесь нет у меня. Есть большая такая книга по гомеопатии у меня на немецком языке. И там есть интересная такая вот тема, которая как раз связана с объяснением процессов климакса у женщины. И там предлагается лечение белодонной гомеопатическим раствором, гомеопатическим раствором мышьяка, то есть ядовитыми веществами. Болиголова, мышьяка, вот и оксида железа, то есть ядами. То есть считается, что вот такими ядами можно каким-то образом приостановить. Объяснение это медицинского не имеет. Ну и ядами как бы не очень хочется помогать людям. Ну и я понимаю, что любые яды это в дальнейшем большие проблемы со здоровьем. Поэтому применение все-таки вот в небольшом количестве вот такого раствора, скорее всего получается гомеопатический раствор оксида с небольшим гомеопатическим содержанием раствора, в растворе оксида железа. И его женщина принимает каким-то образом это воздействует. В дальнейшем прекращается климакс. Помогает, ну знаете, из 100 человек, которые принимают, обычно помогает где-то 30-40. Здравствуйте, Андрей Андреевич, меня спас гомеопат. Врачи лекарства не помогали. А нашла этого врача в Берлине? Да, возможно, так и есть. Я тоже знаком с этой гомеопатией. У меня есть книги на немецком языке и самого Шуслера есть переводы. И есть немецкие учебники, есть там целое направление изучал. И есть по гомеопатии такой немецкой, такой альманах целый. Это 11 или 12 книг по гомеопатии. И там включают и Соли Шуслера, и там куча всего. Очень интересно. А то вы же понимаете, нельзя обнять необъятное. То есть я-то это знаю, но в своей жизни я этим не пользуюсь. Ну, наверное, нельзя сказать, что я являюсь там докой или специалистом в этом. Ну, что-то помню. И если бы начал заниматься, наверное, бы получалось. Уважаемый Андрей Андреевич, скажите, найдет ли мой сынок себя? Найдет. Все будет хорошо. Такой вопрос, думаю, каждому интересен. Скажите, на работе коллеги скидываются деньгами на похороны. Если деньги изотерически плохо, если не дать по-человечески не очень, как быть? На похороны можно давать, ничего страшного. На похороны... Ну, слушай, человеку, если не на что человека похоронить, он же был другом. Есть такие человеческие ценности. Быть человеком, быть человеком, человеколюбивым. Это гуманитарные ценности. Помогать семье в случае, если с человеком что-то произошло. Есть такие нюансы. Можно помогать людям и на улице. Можно помогать. Для этого надо это делать не из-под палки. Это должно быть порыв души. Вот если порыв души есть, то это хорошо. Если вы себя заставляете, это плохо. Юля. Не складывается в Украине жизнь? Нет работы, нет семьи. В 41. Стоит ли уезжать из страны, если да, то куда? Вам будет подходить Польша, Италия, Испания, Португалия. В северные страны. Не едьте. Здрасте, Андрей. С днем рождения вам. Счастья и радости. Спасибо. Получится ли у меня выиграть суд? Да. И как ему лучше помочь из практик? Сжигать на свече, да? Как представлять ситуацию, что его посадили, и он идет там. Вот самое страшное нужно представлять и сжигать. Если можно, то подскажите для личной жизни. Лучше уехать в Польшу и строить отношения, или остаться где есть. Где есть или в Польшу ехать. Вам лучше переехать. Причем в тепло какое-нибудь. Там, где тепло. Марьяна Королевская. Смотрела вашу свадьбу. Очень красивая, потрясающая. Подскажите мужчине быть в третий раз женихом. В каком цвете хорошо? Я выбирал для себя... Я одел белый пиджак, красную рубашку. Белый пиджак это элемент возраста. И почтение к возрасту. Это белый пиджак одевают обычно мужчины, которые старше женщин. Я старше был своей жены. Красную рубашку для богатства в семейной жизни. Вот. И дань своей семье, потому что у меня в семье были такие национальности, которые выходят замуж в красных рубахах. И хорошо было бы. Наша семья очень счастливая. Теплые отношения. Мы как-то с первого дня сошлись. И там есть и теплые отношения, и любовь, взаимопонимание, уважение. Есть одно качество, которое подкупает и которое делает искренне любящим человеком меня. Это качество неумения моей женой обижаться. Она не обижается. То есть обычно, в каком бы я ни был состоянии, она как волнорез. То есть я там фыркаю, могу еще что-то делать без внимания. Это все уходит. И после этого, конечно, за это ей большое спасибо, что она умудряется быть вот таким теплым человеком и быть вот таким вот человеком, который может поглощать и который может не обижаться и потом не мстить. Это огромного стоит. Это огромное счастье жить с такими женщинами, которые не обижаются. Татьяна. Год назад затопили соседи магазин. С тех пор выручка упала до нуля. Это из-за потопа или не связано с ним. Что делать, как улучшить продажу. С НГА и марафоны прохожу. Соберите, когда будет полнолуние. Соберите всю пыль, которая есть в вашем магазине ночью. И прям соберите ее, везде подметите. И вот этот мусор, который получился, в противоположную, выйдите на улицу, посмотрите, где луна, встаньте к луне спиной и высыпьте этот мусор. После чего идите домой. Вот эти вот все проблемы, которые есть, которые действительно связаны с затопом вашего магазина, будут аннулированы. Ирина. Мой сын работает поваром. Он еще и рисует. Может ли я реализоваться как художник? Да. Хорошо ему в этом направлении работать. Будет хорошо получаться все. Ювелирка и живопись. И все, что связано с творческим. Потрясающий, очень творческий человек. Умница. Все получится. Очень талантливый. Алина. Фабриций. Получится ли мне правильно поделить машину с бывшим молодым человеком? Получится, да. Я вписана как совладелец. Заставляйте его, пусть отдает вам. Все нормально. Вы правильно поступает. Ученица первой ступени. Встречу я своего близкого по душе любимого мужчину. Мне 50, после развода прошло 10 лет. Найдет ли мой сыночек себе? Я его очень обожаю. Зачем вам любимый мужчина, если у вас он сыночек и вы его обожаете? Конечно, если сердце заполнено целиком и полностью сыном, то какой мужчина еще? Он что должен быть любимее, чем ваш сын? Разве такое возможно? Пусть как можно быстрее ваш сын выйдет или женится, и тогда у вас появится ниша, и вы вновь кого-то туда пустите. Появится ли у вас кто-то, ну, скорее всего, вот в том положении вещей, которые я вижу, скорее всего, нет. Простите, конечно, что я это говорю. Но если ваш мальчик женится, то, скорее всего, в близком времени и у вас появится. Создавать июд, безысходности, опускать руки. О чем вы говорите? Все, какая безысходность? Побойтесь Бога. Есть где жить, у вас хорошая семья. Вам где есть? Есть где спать, есть где жить, у вас есть доход. Какая безысходность? О чем вы? Не придумывайте себе ложных, бредовых, ненужных проблем. У евреев говорят, бойся гнева Божьего. Знаете, есть такой анекдот еврейский. В Одессе встречается еврей с другим евреем, и один другому говорит, слушай, как дела? Хорошо. Слушай, почему ты все время говоришь хорошо? Я же знаю, что у тебя нехорошо. Почему ты не говоришь плохо? Он говорит, ты понимаешь, если я скажу плохо, то Бог услышит и скажет, о, мой хороший, ты не знаешь, как плохо. Вот я тебе сейчас как покажу, как может быть плохо. А если я говорю хорошо, то тогда Бог слышит и говорит, послушай, родной, ты не знаешь, как может быть хорошо. Вот сейчас я тебе как покажу, как может быть хорошо. Поэтому правильно отвечать всегда хорошо, даже если очень плохо. Познакомились с молодым человеком, Роман, что-то останавливает. Нет, все нормально, хороший дядя, хороший дядя, действительно вы ему нравитесь, все хорошо. Это у вас просто еще, ну как бы не поддаетесь ему, все нормально. Вам нужны отношения, встречайтесь. Пока не получается в жизни, подскажите, появится ли счастье и радость в моей жизни? Ему уже 27, появится, конечно, счастье и радость. Ну что ж, я вам не надоел? Хочу продавать товары на Marketplace, получится? Да. Мой старший шинджинец, да. Я к передняту ревен энергии сильно в том, мантра такая есть. Алла на вдохе, Ха на выдохе, Фи на вдохе, Ля на выдохе, ну и так далее. Есть эзотерика, обучайтесь у меня, проходите первую ступень, там я рассказываю, как повышать потенциал. Андрей, будет, Андрей, будет мне радость 21 декабря? Будет. Пожалуйста, будем с Олегом? С Олегом, будет. Прошла 6 курсов химии, все было хорошо. В 2020 вернулась болезнь. В 2021 опять 6 курсов, но уже 20-22. Лимфома не ушла. Что посоветовать? Посоветую пройти курс битулиновой кислоты. Приобретите битулиновую кислоту у меня на сайте. Тем более сейчас акция 35%. Приобретайте, потому что это действительно очень эффективное вещество. Исполнятся ваши мечты, исполнятся. У каждого человека есть мечты, если человек хочет. Если у человека есть чувства к этим мечтам, если человек сам по себе яркий, то тогда исполняется. Когда я дождусь внуков? Ну, в течение трех лет и будет. Сегодня мой день рождения, 50 лет, молодой, не то слово. Отлично. Смогу ли я реализоваться как психолог? Ну, да, наверное. Ну, денег не заработать. Здравствуйте, как избавиться от последствий баррелиоза? Баррелиоз, насколько я помню, это заболевание лайма, которое лечится никотиновой кислотой. Есть специальная программа, это увеличение иммунитета плюс использование никотиновой кислоты. В моей компании высокое количество никотиновой кислоты, как раз вот вещество, которое делал я для лечения именно этого заболевания, баррелиоза или лайма, и называется препарат КФС. Принимать нужно с алгоцин. Курс лечения 1 месяц, 1 таблетка 3 раза в день, вместе с каждой таблеткой 1 чайная ложка препарата алгоцин. Почему никотиновая кислота, если добавить к ней еще соединение меди, увеличивает действие никотиновой кислоты в десятки или даже больше раз? Дрендрич, подскажите, пожалуйста, возможно ли семья на расстоянии, если он моряк, 6 месяцев после в море, насколько это нормально? Нормально, так. Моряки тоже имеют жен, все в порядке. Дрендрич, непонятная ситуация. Скажите, когда мы встретимся с Сашей? Встретятся с Сашей. Ой, ищите себе не Сашу. Будет жизнь другой, радостной, успешно. Что-то придумаете себе. Валентина, мне 45, смогу родить. Сможете, если прямо сейчас начнете сосредотачиваться на этом? Дочери 41, одна с ребенком, получится выйти замуж. Да, красивое все получится. Скажите, дочка заканчивает школу, поступит на следующий год. Какую профессию? Новую даете. Как вы относитесь к препарату АСД Дорохова? Положительно. Понимаю, как он сделал его и понимаю, почему он помогает. К рынку же в России конфликты из-за войны уезжать или сохранять семью? Сохранять семью. Всегда семья на первое место ставится. Всегда. Выиграю ли я суды с соседкой? Да. Но так. Вам будет нелегко. Бетулиновую кислоту можно пить от поджелудочной. Для поджелудочной железы есть препарат панкресорб. Вот я его делал специально для лечения поджелудочной железы. Если бетулиновая кислота, то она более на иммунитет действует человека. А на поджелудочную железу панкресорб и бетаин еще есть препарат. Сегодня звонил мне мужчина один и говорит, Андрей Андреевич, низкий поклон. Он принимал по вашей рекомендации по 5 таблеток бетаина 3 раза в день. И пил лимонный сок с солью. И поражение псориазом было до 30% всего тела. Вот на 4-5 день большая половина всего, что было, успокоилась, перестала зудеть, перестала чесаться, все стало гладким. Он говорит, не могу поверить, что это возможно. Я говорю, ну давай, ты долечишься, а потом мне скажешь, тебе помогу. Он говорит, вот даже вот так, чтобы было, и я буду самым счастливым человеком. Просто я начал спать, у меня не зудит, не кровоточит, и это большое счастье. Обычно в это время очень страдал. Так что вот такая история тоже. Сейчас на наших сайтах duiko.guru, duiko.market, tibetan-formula.com, а duiko.com на этих сайтах есть скидки. Переходите, сейчас черная пятница, приобретайте первую ступень моей эзотерической школы Кайлас или нужные вам семинары, вы это все сможете приобрести по большой скидке и в дальнейшем научиться эзотерике, фактически научиться жить не так, чтобы думать, повезет, не повезет, а взять наконец-то вожжи своей жизни себе в руки и понять, какие же есть инструменты для того, чтобы быть счастливым и жить счастливо. Поэтому вот давайте. Андрей Андреевич, порадьте, будь ласка, залишайтесь с семьей, чи прихистите маму с дитиною в мою квартиру в Украине. Нет, не надо маму с дитиною, вам не надо, будете в шоке. Это не ваша тема вообще, пустящий сама. Андрей Андреевич, ищу себя, иду в эзотерику, правильно выбрала свой путь, конечно, человек всегда находит себя в эзотерике. Повезет понянчить внуков, да. Мы пломерим, сыном он очень заботливый, но обиделись. Да все нормально будет, не переживайте. Уже даже до 1 декабря и померите. Скажите, с Андреем младше меня на 5 лет, будете с Андреем. Возможно ли вы лечить бронхи и горло гусиным внутренним жиром? Ну, может и нет. В вашем случае, может и нет. Женится ли мой сын в ближайшее время, в 33 года? Не, женится аж к 36-38 годам. Когда я найду работу по своей специальности? Вы этого в следующем году не найдете, ищите другую специальность. Когда я выйду за... Ну, хорошую работу не найдете, там как-то будете работать. Почему у меня нет поклонников? Какая во мне проблема? Вы могли подсказать, куда мне ходить нужно, чтобы встретить мужчину? Сейчас есть семинар, он называется... Обновленный семинар называется «Быстрое замужество», вторая часть. Пройдите, там я все эти проблемы говорю, как энергетически они... Все такое вот эти, там безбрачие, даже обряды там провожу какие-то. Пройдите, выйдите замуж, слушайте. Это же прям на 100% все работает. Ну, 100% нельзя говорить, на 90%. Для того, чтобы говорить на 100%, нужно проводить исследования. То есть нужно раздать этот семинар, посмотреть, кто как занимается по нему, и после этого провести аналитику. Я такую аналитику провести не могу. Но периодически появляются люди, девушки, которые звонят или которые пишут и говорят «Спасибо, Андрей Андреевич, прошла ваш семинар, вышла замуж» и так далее. Есть ли у меня способности к организации ведения бизнеса? Или это не мое, это ваше, все будет получаться? Когда я вижу изменения в жизни, нужен ли мне наставник? Каждому человеку в его жизни нужен наставник. Так человек, если хочет быть кем-то в своей жизни, допустим, если ты хочешь быть просто любителем гимнастом, то ты можешь заниматься дома сам. Но это просто ты любитель для здоровья. Но если ты хочешь быть профессионалом гимнастом, то тогда нужен учитель, наставник. Так вот и в жизни человека. Если человек говорит «Я хочу сам научиться чему-то». Вот если его кто-то будет обучать, то у него шанс быть лучшим. А если сам будет обучаться, то шанса лучшим быть, скорее всего, не получится. Почему? Дело в том, что когда кто-то кого-то учит, это опыт огромного количества людей. А когда сам учишь себя, то это опыт, который часто очень будет подвергаться еще и ошибкам. Зачем совершать одни и те же ошибки, если уже много людей до этого их совершило? Поэтому лучше всегда иметь наставника, который может помочь и правильно принять решение, и помочь человеку быть в своем направлении самым лучшим. Получится брата отселить из маминой квартиры? Да. С днем рождения? Ну, спасибо. Начнут продаваться мои изделия? Да. Ну, это дело в том, что это все связано с тем, что вы не умеете хорошо их продавать. Дело в том, что они должны прежде всего для вас быть дорогими. Они должны быть для вас дорогими, любимыми, красивыми. Вот так сами смотрите и охаете. А у вас пока так не получается. Что надо сделать или какой препарат принимать у моей дочери? Депрессия на фоне остыни. Спасибо. Адаптол аптечный. И мелатонин. Эль-трептофан. А вообще лучше обратиться к психиатру. Дело в том, что он назначит правильный препарат и выпишет вам рецепт и полечит вашего ребенка. Депрессия – это болезнь. И она лечится, при этом она лечится нейролептиками или седативными препаратами. Выявляется само заболевание четко, четко обоснованно по общим признакам, выбирается класс или тип данного заболевания. И к нему выбирается правильный нейролептик широкого спектра действия или короткого. Допустим, там депрессивные эпизоды кратковременные, со страхами. Или с признаки тревожности и бессонницы. Или там судорожные проявления, там тянет ноги и выламывает человека. Это все имеет определенные градации и это все определенную нозологию имеет. То есть, каждое из этих заболеваний для него придуман для удобства, для человека, чтобы не было побочного эффекта, чтобы не было привыкания, чтобы не было плохих ощущений, чтобы человек был самоэффективен. Это все могло быть. Выбирают определенные курсы. Обычно это делает психиатр, который обучается этому всю свою жизнь. И может выбрать правильные препараты, которые прям в мягкой форме очень быстро помогают человеку. Не стоит бояться этого. Это такая же болезнь, как все остальные. Можно ли дочери дарить своей маме кошелек, если дочь обеспечивает свою мать? Нельзя. Вообще никогда никому не дарите кошельки, не берите их. Если вам подарили, скажите спасибо, но сами его уберите и не пользуйтесь. Дарить кошелек это магия. Дарите кошелек, не будете с деньгами. Возможно и тот, кто подарил, не будет, но у вас точно пропадут. Поэтому не пользуйтесь никогда подаренным кошельком, каким бы он красивым ни был. Простите, скажите, как можно нейтрализовать и заздрить, або направить и особи на корысть. Вы сами себе ответ дали. Каждое утро просыпаетесь и говорите, я верю в Бога, доброго Бога на этой земле. Пусть все, что идет мне в виде зависти, пусть отдают, забирают у меня самое плохое, а взамен отдают самое хорошее. Вот они завидуют вам, пусть забирают ваши болячки, а взамен отдают вам счастье, радость и любовь. Ну что, хорош получился вебинар, в общем-то. Еще раз хочу сказать, что вебинар сегодня посвящен Черной Пятнице. Черная Пятница это скидки или мега скидки на моих сайтах. duiko.guru, tibetan-formula.com и duiko.market. На сайте duiko.market вы найдете огромный выбор мной созданных благовоний. Это благовония по тибетским книжкам в тибетской медицине, которые называются Вардуриан Бо и Лхан Тхапс, где есть рекомендации по изготовлению тайных благовоний, которые могут лечить человека от разных заболеваний. Такие благовония можно приобрести. И также есть атрибуты, это атрибуты, которые могут... Атрибуты, обереги, талисманы, четки и алтари и так далее. То есть все наши приспособления, которые необходимы человеку для занятия магией и оккультизмом. То есть вы можете перейти и приобрести для себя те предметы, которые вам необходимы. Также мой сайт, который называется tibetan-formula.com, на котором вы найдете огромное количество витаминов, минералов, соединений и всего, что может заметно улучшить ваше здоровье. Посмотреть мои вебинары, которые связаны со здоровьем. Подобрать для себя препараты. Кстати, препараты сделаны из экстракта в растении, собранные в виде определенного рецепта, поэтому и называется формула. Именно поэтому такие препараты и имеют возможность помогать. Почему помогать? Лекарственные растения, тире, являются лекарственными. Именно поэтому очень часто в аптеке есть отдел, который называется отдел лекарственных растений. Смотрите, если лекарственные растения являются лекарствами и эта медицина поддерживает, то ответьте мне, являются ли лекарствами БАДы, которые сделаны из лекарственных растений? Ну, тогда, наверное, да. Тогда вот я тот человек, который продает БАДы, которые сделаны из лекарственных растений. Поэтому БАДы, сделанные из лекарственных растений, автоматически становятся лекарственными БАДами. Поэтому то, что я делаю, называется БАДы, которые могут помогать как естественные лекарства, так как они сделаны из экстрактов лекарственных растений. Вот так. Я желаю вам всем счастья. Ищите в груди своей радость. Когда в душе радость, то вокруг нас радость. Всегда помните, есть принцип жизни. С нами происходит не то, о чем мы думаем. С нами происходит то, о чем мы чувствуем. Поэтому, если много чувств хороших, и жизнь будет прекрасной. А если жизнь превращается в вечный бой, вокруг вы видите врагов, то жизнь ваша будет плохой. Помните об этом. Находите возможность найти состояние доброты. Находите возможность быть более терпеливым, более теплым, более добрым и хорошим человеком. Злых собак бьют, а добрых кормят и гладят. Поэтому пользуйтесь собой. Помните о том, что хорошие чувства способны сделать человека счастливым. Также не стоните, не дразните негативные силы. Помните, я сегодня говорил. Говорите, что всегда все хорошо. Потому что Бог когда-нибудь увидит вас и скажет, Так, ты не видел, как может быть хорошо. Вот сейчас я тебе сделаю хорошо. Пусть сделает так, чтобы в вашей жизни было всегда хорошо. Всем желаю и материального благополучия, и любви, и найти любимого человека. И мужу, и дочку, и детей, и денег. Пусть у вас будет как у человека, который наслаждается жизнью. Пусть везение, удача и здоровье всегда будет вас сопровождать в этой жизни. Ну и пусть закончится война. Она никому не нужна и должна закончиться. По-моему, наверное, скорее всего война закончится уже в конце февраля следующего года. Победой Украины. Поэтому ждем момента, когда наша страна вновь зацветет, А наши женщины и наши мужчины в вышиванках вновь начнут ходить и заниматься бизнесом, И помогать своим родственникам. И вновь появится любовь. Никто не будет стрелять по нашим городам, Разрушать нашу инфраструктуру, и у нас перестанут выключать свет. Так что... Пусть будет мир. Я желаю вам счастья. На все ваши ответы, как поднять торговлю, Как привлечь мужчину, На это все уже у меня ответы есть. Есть семинары, они есть на моем сайте duiko.gur. Заходите, и там доктрина бизнеса, магия денег. Там эзотерическая фортуна, первая ступень школы КЛАС. Проходите там миллионы методов, Которые помогут вам намагичить и хорошую торговлю, И материальный доход, и все остальное. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.